Всем здравствуйте! В этом видеоуроке мы добавим Bootstrap 4 в наше Angular приложение. Как и в случае с проектом 1, я создал папочку Lesson 2 и добавил туда такой же проект, абсолютно пустой. Он у меня также запущен в консоли, оставьте эту консоль запущенной. Также открыт у меня по localhost 4.2.0.0, то есть стандартный порт. Если вы перейдете на сайт Bootstrap по ссылочке Getting Started Steaming, обратите внимание, здесь есть указатель на то, как добавить стили. Я просто скопирую эту строчку, перейду теперь в папочку, нажму правую кнопочку и открою все файлы в Visual Studio Code. Если вы не работали с Visual Studio Code, вот официальная ссылочка, code.visualstudio.com. Вы можете работать с любым другим редактором, но он сейчас наиболее популярный в среде Angular, разработчиков и тому подобное. Итак, внутри приложения, обратите внимание, у нас есть файл Styles с типом SASS. То есть, когда мы с вами добавляли приложение в первом уроке, я указал флаг Style SASS. Можно было указать, можно было не указывать этот стайл, и Angular по умолчанию добавил бы сюда CSS стили. Но в нашем случае давайте добавим сюда SASS. Соответственно, мы можем оставить вот эту ссылочку так, как есть, либо добавить сюда вот тильду перед Bootstrap. Но Bootstrap у нас сейчас в приложении нет. То есть, если вы откроете папочку Note Modules, то вы не найдете здесь Bootstrap. Чтобы его добавить, мы можем либо в консоли, соответственно, запустить npm install Bootstrap, либо открыть консоль, точно такую же консоль, в Visual Studio Code. Нажмите сочетание клавиш Ctrl-T. Обратите внимание, терминал открылся. Точно так же терминал можно открыть и выбрав вкладку View, нажав Terminal. Как вы видите, терминал открывается автоматически в той же папке, где установлено это приложение. Поэтому я могу набрать npm install или просто оставить и Bootstrap save для того, чтобы сохранить наш Bootstrap в файле Package.json. Итак, у меня установился Bootstrap. Я обновлю папочку Note Modules и смогу найти наш Bootstrap. Bootstrap. Обратите внимание, папочка Bootstrap появилась и соответствующий путь sys-bootstrap. В этом файле мы видим, есть подгрузка всего, что необходимо для нашего Bootstrap. Вы можете ограничить подгрузку некоторых файлов. Например, добавить сюда только Bootstrap Grid и Bootstrap Reboot. Grid – это сетка Bootstrap, а Reboot – это кросс-браузерная поддержка. Давайте посмотрим. У нас все еще работает с вами консоль. Обратите внимание, приложение билдится сейчас. После того, когда я сохранил Style.css. Сбилдилось успешно. Давайте еще раз откроем адрес. Обратите внимание, здесь появились Bootstrap-овские стили. То есть, появились вот такие вот большие, да, слегка голубоватые ссылки. Ну что ж, стиль мы добавили Bootstrap-овский. Как видите, все очень просто. Спасибо, увидимся на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok